Всем привет, друзья! Ну что, пришло время рассказать о колясочке от компании Тутис. Это новиночка, она сейчас появилась в сети магазинов. Первая коляска, моделька называется Лео. И вначале скажу свое мнение, для кого эта колясочка. Это, наверное, коляска, по моему мнению, для тех родителей, которые при выборе коляски всегда во главе угла ставят практичность коляски, удобство эксплуатации, комфорт ребенка, даже в первую очередь комфорт ребенка. Это для тех, кто не гонится за понтами, за какими-то именитыми брендами, чтобы красиво так на площадку детскую заехать. А те, кто считают каждый вложенный рубль в то, что они покупают. Поэтому цена-качество у этой колясочки, мне кажется, на сегодняшний день просто отличная. Так что давайте изучим, что за зверек такой. Друзья, собственно, давайте разбираться, что это за колясочка. Такая интересная получилась. Вот. Для тех, кто вдруг позабыл, бренд Тутис – это Литва. Страна производства. Вообще само происхождение, насколько я знаю, не оттуда. Вот. Гарантию производитель дает один год на бренд. Если что-то ломается, друзья, оно ломается практически сразу, в первое время эксплуатации. Если все окей, то потом ломаться ничего уже не будет. Что мне очень понравилось в этой коляске. Вы видите прекрасно. Это большая, полноразмерная коляска. На круглый год, для любых дорог. И зимой прекрасно себя будет чувствовать. И при этом, при всем, люлька. Все, что сейчас перед вами. 10,7 килограмма весит. Это очень легкая колясочка. Вес с прогулочным блоком здесь 11,2 килограмма. Это вес обычной, достаточно легкой прогулочной коляски, книжки. Не знаю, как вот они так умудряются делать, но у них это хорошо получилось. Кстати, очень хорошие показатели у прогулочного блока. Это мы увидим 110-170 градусов. Регулировка спинки. Прекрасный показатель. Вообще коляска до 4-5 лет приблизительно, потому что 22 килограмма вес ребенка выдерживает. 61 сантиметр колесная база. Везде заедете без проблем. И размер люльки здесь 74 на 30. Это большая, крутая люлечка. Давайте сразу комплектацию назову вам. Дождевики входят и на люльку, и на прогулку. Москитку тоже есть. Москитка и на люльку, на прогулку. Есть сумка для родителей. И я бы еще сюда докупил подстаканник универсальный для чашечки чая, кофе. Чего вы там любите при прогулке попить. Единственное, то, что нужно будет купить по факту. Так, давайте быстро посмотрим на люльку. И сразу вначале хочу сказать про ткани, друзья. Очень классно используется ткань. Эта ткань очень слабо теряет товарный вид. Даже после нескольких стирок она выглядит вот так свежо и хорошо. Износостойкая ткань. Ее тяжело поцарапать. В общем, вот эта ткань, мне кажется, должна в большинстве всегда использоваться. Ткань отлично, непродуваемая, само собой. Здесь все хорошо. Любой ветер, любые погодные условия она переносит хорошо. Так, здесь еще есть, кстати, вот такая вот секция. Открываем ее таким образом. Если лето проветривать, регулируется у нас козырек с помощью одной кнопки. Вот сбоку нажимаем и вот так регулируется. Шума никакого не издает при этом. Накидочка на ножки у нас здесь с помощью кнопки крепится. Внахлест, хорошенечко, плотно сидит. Нету даже малейшей щели, чтобы продувало ребеночку. Такая тоже плотненькая, с высоким бортиком, чтобы меньше задувало. В общем, все хорошо. Для плохой погоды подходит здорово. Давайте заглянем внутрь. Вот такая вот красота. Такой матрасик у нас идет, достаточно толстенький. И вот видите, материал здесь самого каркаса очень-очень легкий и облегченный. Он в таких сотах исполнен, как производитель заявляет. Он хорошо держит тепло зимой, прохладу летом. В общем, все хорошо. И она просторная. В любом меховом, флисовом, каком угодно конверте зимой вы сюда упакуете ребеночка без проблем, друзья. Так, снимается очень просто. Кнопки здесь с памятью. Нажали, нажали и поднимаем. И слабое место этой люльки. Здесь нет ножек никаких. Я бы все на самом деле что-нибудь приклеил, чтобы я мог спокойно ставить на землю и не покоцать вот эту вот красивую нижнюю часть люлечки. Поэтому, вот это бы я вам обязан сказать. А то некоторые пишут, вот там полгода прошло, я ее закоцал, потому что ставил на асфальт. Вот, собственно, давайте по прогулочному блоку пробежимся, друзья. Он реверсивный и против хода ставится, и по ходу ставится, само собой, друзья. Что бы я здесь отметил? Мне что очень нравится. Это очень просторный прогулочный блок, потому что место в нем просто навалом. Спинка здесь, то, о чем я говорил, очень крутой показатель. 110 градусов спинка особо не завалена назад, и, соответственно, такая капитанская хорошая посадка. И что мне еще очень понравилось, у ребенка вот перед бампером очень много места. Прям просторно сделано. Плюс петелечка такая есть, чтобы ребенок не проскользнул туда вниз, если вдруг он не пристегнут. Вот. Пятиточечный ремень, мягкие накладочки везде, и на паховой зоне, и на плечевой, и, само собой, все есть. Бампер можно как калиточка откинуть. Все здорово. Подножка у нас в эко-коже, чтобы легко было протереть. Но, друзья, аккуратненько кожа и царапается тоже. Я бы пару слоев стретчем так промотал на зиму на ботиночке. Я, на самом деле, уже видел, это хорошая практика, вот так замотать. Не очень красиво, но очень бережет поверхность. Просто стретчем элементарным. Вот. В общем, по сидушке все хорошо и достаточно мягкое. Козырек тут здоровенный. Опускается до конца. В сумочку сейчас мы попозже посмотрим с вами. Так. Давайте посмотрим сразу на полностью опущенную спинку, чтобы мы поняли, насколько хорош козырек в лежачем положении. Вот вы видите, что козырек здесь отлично внахлёст практически по самые ноги опущен. И можно накидку на ножки давать сразу. Покажу я вам в комплекте. В комплекте идет накидочка на ножки вот такая, вот с таким бортиком. Она внахлёст одевается на подножку. Опускаем. И ребенок там, как в танке, спрятан. И зимой будет прекрасно просто себя чувствовать. Ребеночек. И еще хочу заметить спинка. Ой, спинка, говорю. Козырек. Вы его слышите? Я его сам не слышу здесь. Очень бесшумный механизм регулировки. Это очень круто. На некоторых модельках Тутис вот эта конструкция менее удачная, чем конкретно в модельке Лео. Так, что касается ручки, друзья. Здесь у нас эко-кожа. Регулируется полностью в огромном диапазоне. Очень высокий родитель подберет высоту. Очень невысокий родитель подберет высоту. В общем, придраться мне здесь не к чему. Так, и давайте посмотрим на основание. Что из себя представляет рама? Вообще к бренду Тутис у меня ноль претензий, потому что рамы делают они хорошо. Все стыки, все соединения рам металлические. Только кожухи они делают, естественно, пластиковыми, чтобы это все было эстетически. Красиво. В общем, сборка отличная. Колеса здесь не надувные, очень мягкие на самом деле. Не проколите. Передние поворотные. С возможностью заблокировать всю эту конструкцию без проблем. Амортизация спереди и сзади. Коляска очень мягкая, друзья. Вот просто прекрасные ходовые характеристики. У нее вообще, у такого рода колясок всегда плавность хода прям очень хорошая. Вот, тормоз очень классный. Одним пальчиком мы сверху и нажимаем, и снимаем с тормоза. Все делаем сверху, не портим свою обувь. Что мне понравилось? Багажник, друзья, он выполнен не из тонкой москитной сеточки, которая там просвечивает, а из многослойной ткани. Очень прочного материала. И весь багажник очень прочно пристегивается к каркасу коляски и сидит очень прочно. Поэтому багажнику здесь 5 баллов. Очень надежно, крепко все сделано. Он не порвется точно, потому что вот эти ткани, уж поверьте, они очень живучие. В общем, багажник отличный, друзья. Так, давайте теперь ее сложим, посмотрим, что она из себя в сложном виде представляет. Чтобы сложить колясочку, я обычно всегда снимаю прогулочный блок и кладу его отдельно. Давайте проверим в этой коляске, можно ли сложить ее с блоком, например, по ходу движения. Будет, скорее всего, такая возможность. Давайте опускаем. Блок остается на месте. Чтобы было покомпактнее, можно снять бампер. Подножечку вот так опустить. И, собственно, вот таким образом сложить. Как по мне, отличный показатель. Убираем блок, кладем отдельно. Рама будет совсем компактная. Открываем. Вот, собственно, и отлично все получилось. Вот. Соответственно, друзья, Это стандартный такой показатель для такого рода коляски. И результат, на самом деле, отличный. Потому что не все коляски могут складываться с прогулочным блоком вместе. Или можно, но он огромный такой, торчит там, вылазит. В общем, здесь все хорошо. Для такого рода коляски это прекрасный показатель, повторюсь. Вот, собственно, и все, друзья. Друзья, по большому счету мне добавить нечего. Единственное, подытожу, как я сказал в начале. Очень разумная коляска. Она вот по совокупности всех своих характеристик и цены дает максимум за абсолютно адекватную стоимость. Я не говорю, что она дешевая какая-то. Но среди себе подобных вот такого уровня качества продукция она стоит денег. Естественно, она не копеечная. Но очень адекватная цена. Со что мы платим эти деньги, то мы и получаем. Лишнего мы здесь не платим ни рубля. Поэтому очень рекомендую на нее обратить внимание, друзья. Можете прийти в ферстбаги магазинов. У нас по России много. Прям прийти с ребенком, померить, покатать. Сравнить с другими колясочками. И, соответственно, уже убедиться в моих словах. Напоминаю, ссылка на нее в описании. А вам я хочу, пожалуйста, сделать хороший, грамотный выбор коляски для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Пока.